Здравствуйте, уважаемые слушатели, друзья радиоканала Мелодия. Нашу сегодняшнюю программу мы посвящаем памяти замечательного певца 70-х-80-х годов прошлого века Анатолия Ивановича Королёва. 1 ноября 2010 года ему могло бы исполниться 68 лет. Наша программа сегодня несколько необычна. И необычна она вот по какой причине. Впервые за всю двухлетнюю историю программы на радиоканале Мелодия у нас гость. Это профессор Санкт-Петербургской Академии Театрального Искусства Борис Иосифович Гершт. Два слова о нашем госте. В 1960 году он окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности инженер-электрофизик. И три года по окончании института работал инженером на предприятиях города. В это же время он начал играть в Народном театре Выборгского дворца культуры. Учился в вечерней театральной студии при театре имени Ленсовета под руководством Народного артиста СССР Игоря Петровича Владимирова. Играл в спектаклях театра. И в 1963 году поступил в Ленинградский институт театра музыки и кинематографии на режиссерско-актерский курс профессора Народного артиста СССР Георгия Александровича Товстоногова. После окончания института в 1968 году поставил несколько спектаклей в театрах Ленинграда и Петрозаводска. И в 1969 году он начал работать на Ленинградской студии телевидения режиссером-постановщиком. В настоящее время Борис Иосифович продолжает свое сотрудничество с Пятым каналом и работает в дирекции городского вещания. Совсем недавно ему было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». А теперь позвольте перейти к вопросам. Первый вопрос, который я хочу вам задать, это «Как вы познакомились с Анатолием Королевым? И каким он вам запомнился?» Пожалуйста. Ну, Анатолия Ивановича Королева я знал еще очень-очень давно. И для меня он был Толя Королев. Познакомились мы с ним в горизонте. Сначала, когда они приехали в составе «Зружбы», их снимали тогда, а потом уже Толя стал солистом. Надо сказать, что он удивительно яркий человек, особенно внешний. Брюнет, кудрявый, с фантастической белозубой улыбкой, был похож чем-то на красавца-цыгана. Все даже спрашивают, что у вас за цыган. Но Толя Королев цыганом не был. И с удивительно красивым голосом. Причем голос был такой, знаете, просто оптимизма. Человек пел песни так, что просто захотелось жить, танцевать и ходить с ним в ногу, что называется. Поэтому он очень часто пел комсомольские песни. Одну из самых популярных песен у меня тогда было это «Утро». «Утро начинается с рассвета». Давайте сейчас немножко прервемся и в подтверждение ваших слов послушаем песню Оскара Фельдсмана на стихи Владимира Харитонова «Планета целена». Исполняет ансамбль «Дружба» солист Анатолий Королев. «Утро начинается с рассвета». Здравствуй, здравствуй, необъятная страна. «У студентов есть своя планета». «Утро начинается с рассвета». «Здравствуй, здравствуй, необъятная страна». «У студентов есть своя планета». «Это, это, это целена». «Солнышко летит на самолете» «И стучат по рельсам поезда». «Руки наши тянутся к работе» «И мелькают в окнах города». «Утро, утро начинается с рассвета». «Здравствуй, здравствуй, необъятная страна». «У студентов есть своя планета». «Это, это, это целена». «Ты возьми с собой в дорогу книгу, «Самый основательный багаж». «И шагай, студент, науку двигай». «Набирай, смелей рабочий стаж». «Утро, утро начинается с рассвета». «Здравствуй, здравствуй, необъятная страна». «У студентов есть своя планета». «Это, это, это целена». «В песенке студенческой поется, «И звучит она на всю страну». «Нам поднять не раз еще придется, «Набык дел, большую целину». «Утро, утро начинается с рассвета». «Здравствуй, здравствуй, необъятная страна». «У студентов есть своя планета». «Это, это, 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 это целена». «Утро, утро начинается с рассвета». «Здравствуй, здравствуй, необъятная страна». «У студентов есть своя планета». «Это, это, это, это целена». «Да, целена». В общем, прелестный был совершенно, конечно, певец. И, в общем, случилось так, что я не просто знал его хорошо и там снимал его иногда в эфире. Я еще однажды мне пришлось ставить просто концерт в двух отделениях Анатолия Королева и его ансамблю «Ровесники». Там была такая забавная история. Он выехал с гастролями по стране, выступал, да, это, по-моему, в Челябинске. И в Ленинградской обкомпартии пришло письмо из Челябинска с критикой репертуара, который поет Анатолий Королев. «Дескать, наших рабочих не устраивают западные песни в исполнении вашего певца». В общем, меня вызвали в Ленконцерт, и к утру к Ленконцерт Тимофеев сказал мне, «Боря, выручай, надо обязательно поставить концерт Королева в двух отделениях, потому что ему буквально на днях, там, через 2-3 недели надо ехать на гастроли, а мы должны что-то ответить в Челябинску райкомпартию, потому что из Ленинградского райкомпартии к нам в Ленконцерт пришло серьезное письмо. И я ставил ему этот спектакль, практически спектакль, вместе с ансамблем в двух отделениях из 16 песен. Ну, прежде всего, естественно, я вернул Королеву все гражданские песни, которые он прекрасно пел. Потом мы включили несколько песен, так сказать, стран народной демократии, югославских, польских и чешских. Он очень сопротивлялся долго, потом мы договорились так, что Толя в первые концерты споет все как надо, а потом, когда будет выступать в тех залах, где не будет представителей обкома, обычно они приезжают только на первый концерт, будет петь то, что ему хочется. На этом мы с ним договорились, и так, собственно, и пошло. И помню до сих пор, как мы сдавали этот концерт, сдавали мы этот концерт во Дворце культуры Газа, а там шло совещание вторых секретарей всех райкомов партии Ленинграда. И вторые секретари – это секреты по идеологии. Единственное, что я потребовал, чтобы во что бы то ни стало пустили зрителя. А там был какой-то техникум. И весь второй ярус этого дворца заняли девчонки из технику. А девицы обожали Королёва. Ну, так как, наверное, теноров, как не обожали, видимо, Лемешева и Козловского. Так не любили, как любили Королёва. То есть получилось так, что поклонницы Королёва помогли издать вам эту программу, и ансамбль вместе с Анатолием с этой программой поехал на гастроли по Советскому Союзу. Да. Борис Иосифович, а у меня к вам такой вопрос. А пил ли Анатолий песни на ваши стихи? Он пил с огромным успехом совершенно у всех девушек, буквально. Выйти нельзя было на улицу, особенно с концерта. Ждали с цветами, кричали наши, вешались. В общем-то, не очень хорошо влияло на артиста, честно. И после этого мы довольно часто с ним виделись. И снимал я его, и даже одну какую-то песню мы написали для Королёва. Звучит песня «Звёздный час». Музыка Олега Хромосина. Стихи Бориса Гершта. Как время мчится И с ним И поспоришь Уходим Как будто Сквозь пальцы Вода Сам Не заметишь Как ветром Над морем Сквозь дни И Вода И Вода Вода К Еще твоя дорога неизмерена Горести радости будут в пути Но ты не окажись в долгу времени В жизни свой звездный час не пропусти Но ты не окажись в долгу времени В жизни свой звездный час не пропусти Пусть это будет, пусть даже Не скоро, но должен ты что-то создать на земле Вырастить сына или выстроить город И в чьем-нибудь сердце оставить свой след Пусть это будет, пусть даже Пусть даже не скоро, но должен ты что-то создать на земле Эту песню мы с Олегом Храбушиным писали для «Беларусьфильма» Она в фильм так и не вошла в результате Приехал я туда, мы написали там эту песню, музыка Олега была Я сделал стихи Олег записал там на «Беларусьфильм» и фонограмму Мы вызвали Королева, он прилетел в Минск Утром с поезда, голос еще не проснулся Ему уже надо было улетать обратно И второй дубль он так спел Он сказал, ребята, давайте еще раз Мы говорим, Толя, не надо Лучше все равно не будет Он сказал, может быть и лучше Мы решили, что не надо Просто, ну, блистательно спел эту песню Я этой спорой очень люблю, вспоминаю А в фильм она не вошла Потому что по хронометражу фильм она не устроила Вообще они решили сделать фильм детским И эта песня, естественно, она была от лица взрослого человека И она в фильм не вошла Но в концертах он ее пел А у меня вот такой вопрос А какие его вспоминания вы сохранили о Королеве, как о человеке? Каким он был? Королев был замечательный человек Он был очень общительный Он был очень веселый Вот такая, вот как улыбка эта белозубая Так вот была такая душа, вот рубаха парень С ним не возможно было поссориться Он бывал упрямый, очень такой Был и на записи иногда Но чтобы Толя обижался, чтобы Толя ссорился Я такого не помню Встрещался да так, как будто, ну, как лучшего друга Хотя не могу сказать, что мы были с ним совсем близкие друзья И в этом смысле он был очень контактный Очень контактный, очень общительный человек Вы знаете, когда даже случилась беда Толя, в общем, держался Причем даже Дело в том, что просто иногда мы даже его вот в этом больном состоянии Практически без многого человека привозили на записи Он записывал еще тогда песни И песню даже Один раз записал какую-то песню Я помню только какую По тем временам Не могу сказать Не помню Потому что не я тогда снимал То есть не то, что снимал А писали песню Снимать не снимали уже практически Но песню записали У нас же были тот звукозаписывающие аппаратуры Записали здесь на телевидении, не на радио Какая песня, не знаю Не хочу врать Борис Иосифович, большое спасибо Что вы согласились рассказать нашим радиослушателям Об Анатолии Королеве Есть одно суждение Очень спорное Что бывает зависть Только черная Что бывает зависть Только злобная Горьбая Горьбая, как путь на место лобное Раз ли не бывает зависть белая Зависть к прямоте, что рядом с бедами К тем, кто не забудет, что обещано К тем, кто не солжет врагам и женщинам Что не говорите, не обидно ведь Белой-белой завистью завидовать И, наверное, крылья кто-то выдумал Потому что птице позавидовал Будь со мною зависть только белая Те, кто не для славы тела делает Кто открыл дорогу к звездным россыпям Кто последним шагом стал матросовым Кто открыл дорогу к звездным россыпям Кто последним шагом стал матросовым Прозвучала песня композитора Александра Колкера На стихи Кима Рыжова «Зависть» С этой песни в 1967 году Анатолий Иванович Королев выступал На первом международном фестивале Молодежной песни в Сочи Он завоевал первую премию и звание лауреата Мне очень хотелось, чтобы об этой песне О том, почему композитор доверил Исполнение песни Королеву Рассказал сам автор музыки этой песни Александр Колкер Мы договорились о встрече И случилось так, что Александр Наумович Сейчас заболел Простудное заболевание Я желаю ему быстрее поправиться И надеюсь, что эта встреча еще впереди И мы услышим рассказ Александра Колкера О Королеве и об этой песне И о фестивале Вот, собственно, и весь материал Который я хотел вам представить сегодня В заключение программы Давайте послушаем Несколько песен В исполнении Анатолия Королева Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мне в окна ночь недобрая Осенний дождь нацелила С тобой мы числа дробные Получится ли целое И слышится над крышами Тревожное вражение Не вышло бы Не вышло бы Ошибки При сложении Не торопись Не торопись Не торопись Оценки строго ставить Судьба Не ошибись Не ошибись Иначе может быть беда Как низко тучи стелятся Назад не возвращаются Еще могу надеяться Уже могу отчаяться Тревогой ночь отравлена И думы Не кончаются Ведь наши крови Правилам Никак не подчиняются Не торопись Не торопись Не торопись Оценки строго ставить Судьба Не ошибись Не ошибись Иначе может быть Беда Оценки строго ставить Оценки строго ставить Оценки строго ставить Не торопись, не торопись Оценкой строго ставит судьба Не ошибись, не ошибись Иначе может выйти беда Не торопись, не торопись Оценкой строго ставит судьба Не ошибись, не ошибись Иначе может выйти беда А то беда Раз мне крыльев не дано К звездам я не полечу Но зато морское дно Досконально изучу До свидания, белый свет Раздувается вода Я друзьям гивну Привет! Вспоминайте иногда Может быть у вас там снег Может быть жара Я подводный человек Мне на дно пора Откровенно говоря Мир подводный так хорош А скопандр мой не зря На космический похож Старый спрут на глубине Провожал меня не раз Очень жарко было мне От его холодных глаз Не сердись, не вдум с утра Не гони прибой Все равно придет пора Встретиться с тобой В глубину шагнув морей Тайны новые узнав Их дарю земле скорей Я подводный космонавт Глубже, чем морское дно Только синь любимых глаз Утону давным-давно В них веселый водолаз Только я не признаю В море личных дел Поднимусь тогда, спою Все, что не допел Может быть у вас там снег А может быть жара Я подводный человек Мне на дно пора Мне на дно пора Ля-ля-ля, мне на дно пора Ля-ля-ля, мне на дно пора Падают камели Освещая ночь Будет до рассвета Литься звездный дождь Лунный диск отчаянца Словно в полусне Ты со мной прощаешься Я с тобой умею Ты со мной прощаешься Я с тобою не Он как невидимка Этот звездный дождь Каждую дождинку Спрячет, не найдешь Капли превращаются В пыль чужих планет Ты со мной прощаешься Я с тобою не Ты со мной прощаешься Я с тобою не Тают словно свечи Звезды в эту ночь Дождь не бесконечен Он на той дождь Сказка не кончается Если столько лет Ты со мной прощаешься Я с тобою не Ты со мной прощаешься Я с тобою не Сказка не кончается Если столько лет Ты со мной прощаешься Ты со мной прощаешься Я с тобою не Ты со мной прощаешься Я с тобою не 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 Новый год 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 И, пускай трещит мороз, я иду, я иду. Мелодия в сети. Все хорошее остается. Январе зима всерьез, отморозить можно нос. Только мы идем купаться на Неву, в любой мороз. Прямо к проруби во льду, раздеваясь на ходу. Ой, ты мама, мама, мама родная, да отчего вода в небе холодная. Только все же мы с тобою увлекаемся Невой, летом и зимою только Невой. В Ленинграде март, апрель, то капель, а то метель. Ледоход бывает в мае, но у нас все та же цель. Выбрав место между льдин, мы ныряем как один. Ой, ты мама, мама, мама родная, да отчего вода в небе холодная. Только все же мы с тобою увлекаемся Невой, летом и зимою только Невой. У стены у крепостной, на конец июльский зной. Загорев, как африканцы, мы стоим в стене спиной. Тридцать градусов жара, опунуться нам пора. Ой, ты мама, мама, мама родная, да отчего вода в небе холодная. Только все же мы с тобою увлекаемся Невой, летом и зимою только Невой. Только все же мы с тобою увлекаемся Невой, летом и зимою только Невой. Наша программа на сегодня заканчивается. Мы благодарим вас за внимание, желаем вам всего доброго и до новых встреч на радиоканале «Мелодия». Субтитры создавал DimaTorzok